Итак, дорогие друзья, в этом уроке мы посмотрим секцию Edit. После того, как мы все наши футажи-файлы для тайм-линии экспортировали в Media Pool, переходим в секцию Edit. Нажимаем на эту кнопку. Это секция для того, чтобы сделать монтаж нашей композиции. Вот, когда мы создадим Edit, у нас появится вот такой плана интерфейс. Здесь нет New Timeline, надо создать New Timeline. То есть, секвенция по аналогу Adobe Premiere Pro, например. Сделаем Great New Timeline. Назовем сцена. Сцена, пусть будет сцена бокса. Сцена бокса. Создали сцена бокс, например. И можно вот взять наши футажи Media Pool здесь. Можно вот такого вида делать по названию. Или же вот так. Вот я сказал в прошлых уроках, что можно посмотреть в реальном тайме, как передвигается материал. И выбираем, например, этот. Бросаем сюда. Берем вот этот материал. Назовем сюда. И давайте какой-нибудь крупный план. И вот наш материал на тайм-линии. В принципе, тайм-линия похожа на программу Adobe Premiere CC. Те, кто работал на монтажных программах, они запросто здесь усвоятся по-быстрому. Здесь есть вот эта кнопка. Кнопка настройки. Выбираем любой футаж. Нажимаем. Вот отсюда можно регулировать разные функции футажа. То есть по наременеванию. Вот так. Давайте немножко мы его убаиваем. 50. Нет, давайте дальше. Можно еще в колесиком мышке. Вот. Вниз вверх. Можно, видите, с колесиком мышки приблизить, удалить. Можно вот так. Тильтом вверх-вниз. Можно зум удалить. И, кстати, я вам скажу, что все эти функции можно еще... Давайте в ресет сделаем. Вот эти кнопки для ресета. Можно, например... Давайте вот какую-нибудь анимацию сделаем. Вот так. Нажимаем. Вот здесь приближение вот. Например, один. Пусть будет, да. Сейчас посмотрим. Давайте вот звук. Нажимаем вот звук. Убираем немножко волум. Потому что вот видно отсюда. Убираем звук. Чтобы немного было звука. И посмотрим. Вот видите, анимация действует. То есть, все эти функции мы можем использовать для видеоресет. Я сделаю. Anchor Point. Вы знаете, что это такое. Вот, например, вертеть можно. Вот. Меняя вот и x, y. То есть, точка перевязки футажа. Добиваться вот таких разных функций. Ресет. Нажимаем на эти кнопки. Ну, еще можно, конечно же, кроп делать. Вот. Вот такой вариант. И вот такой вариант. Ну, это один из способов кропа. Если честно, можно же по-другому. Очень удачный вариант создания кропа. Вот можно зайти в Color. Output Blinking. Отсюда можно выбрать, какой хотите кроп. На будущих уроках я об этом вам расскажу. Так. На что кропа мы выяснили. И здесь есть Retire Processing. Здесь очень клевая вещь появилась. Optical Flow. Очень классный алгоритм для Slow Motion. Вот, допустим, сейчас Speed мы сделаем. Ну, давайте 50%. Очень крутой. Вот, видите. Он делает Blending. То есть, очень хороший Slow Motion получается. Очень хорошая фишка здесь. Вот, когда я делаю замедление, использую этот Optical Flow алгоритм. Очень крутой. Ну, опять Project Setting поставим. Этот сделаем Reset. Айткадр еще раз вот сюда передвинем. И, конечно же, Frame Rate показывает канал. То есть, видео. И можно еще Freeze Frame. То есть, как бы одна фотография. Вот. Замороженный файл сейчас встал. Убираем. Можно Reverse Speed. То есть, наоборот, кадр будет. Вот, реверсом идет видео и аудио. Эту секцию мы выясним. А вот, эта секция Composite. Это очень интересная вещь, которая фишка появилась в 10-м версии DaVinci. Может нам пригодиться. В каких случаях? Давайте в наш Media Pool мы импортируем какие-нибудь футажи. Давайте найдем. Вот. Люстр форумбель. Давайте возьмем какой-нибудь из этих. Посмотрю сейчас. Бликов, например. Ну, пусть будет. Там разницы нет особенно. Давайте вот этот. Сделаем его. Ad Intermediate Pool. Вот. Он попал сюда. Вернемся в Vedit. Возьмем этот Pool. Бросаем на второй канал. И вот, какую можно фишку делать. Нажимая при помощи кнопки Ctrl, плюс и минус, делаем зум тайм-линии. Крутя колесо вверх-вниз, двигаем тайм-линию. И уберем этот вот кусок. Можно даже его, нажимая Ctrl-C, копировать. Ctrl-V. Не выпал канал из-за этого. Так случилось. Ну, не будем. Сейчас, в данный момент, никакой роли не имеет. Просто я функцию покажу. Вот берем этот клип. Вот отсюда, как в After Effects, можно скрин. Вот. Это в реал тайме. То есть, можете полноценный монтаж здесь сделать. Убавляя, прибавляя вот опатики. То есть, его как бы транспозит... Транспозит... Можно управлять этими вот субтрактами. Композиция мод. Ну, в принципе, те, кто работает в After Effects, им уже знакомы эти функции. Как вообще это все работает. Вот, свечение. Можно блики ставить, разное зерно ставить. И все, что хотите. То есть, это тоже хорошая функция. Может вам пригодиться в монтаже. Так. Можем отключить вот отсюда. Нажимаем сюда. Вот. Убирается. Потом, при помощи вот этой кнопки, вот, очень удобно. Я сказал, как делается зум. Его аналог. Еще раз повторяю. Ctrl-Plus. Ctrl-Minus. И вот еще эта кнопка. Для того, чтобы сделать видеоканал большим, маленьким по масштабу. И аудиоканал, естественно, большим и маленьким. Звук я еще раз показываю. Вот видите, здесь канал звука. Если хотите убрать немножко громкость, гейна, выбираете, нажимаете на аудио, появляется здесь вот. Закрываю вот здесь. И здесь убирается волн. Вот так. И вот такого плана. Вот. И вот это тоже вот Unlink. То есть, они убирается. Вот смотрите, все каналы. Ну, когда вот нажимаете на эту кнопку, все видео на тайм-линии Unlink происходят. То есть, практически все. А когда вот так, вот можно еще их по отдельности, вот при помощи, вот давайте линк еще раз сделаем. Выбираем оба. То есть, футаж аудио и видео и делаем линк. И все. Они сейчас приликованы. Еще убираем. Вот можно по отдельности их двигать. Еще есть кнопка Ctrl-L. Он тоже делает Unlink. Вот это здесь. Можете все горячие кнопки посмотреть. Вот клип. Линк. И linking selection. Вот. Выберете вот так. И вот нажимая на кнопку здесь. Ctrl-Shift-L. Тоже можно. Линк. И вот Unlink. Еще раз нажимаю. Вот здесь кнопка горит. То есть, нажимая на эту кнопку, все футажи на тайм-линии Unlink сделают. Вот видите, они вот по отдельности двигаются несинхронно со звуком. Ctrl-Z. Нажимаем опять все линкованные. Ну это опять Ctrl-L. Нажимаем Ctrl-L, чтобы они вот еще раз линк. Или же вот линк отсюда. Для того, чтобы посмотреть аудио, нажимаем на эту кнопку. Здесь вот можно уровень каналов посмотреть. Если давайте этот второй канал уберем здесь. Какой-нибудь еще со звуком делать. Вот сейчас. Вот. Давайте вот сюда положим второй канал. Вот видите, уровень много. Опять нажимаем на эту кнопку аудио. Здесь убираем. Вот так. Аудиомикшер еще можно вот. View Audio Mixer. Отсюда тоже посмотреть. Отсюда тоже можно регулировать уровень звуков. Ну здесь еще плюс в чем. Вот есть такие вот много канальные. Смотрите сколько выходов. Для аудио. Сейчас закроем. Так. Audio Mixer. Нам уже не понадобится. Для того, чтобы двигать каждый футаж по кадрам, нажимаете запятая или точку на клавиатуре. Вот сейчас. Вот. По кадрам двигается один кадр. Или же запятая. Вот так. Нажимая кнопку Shift, запятая, немножко по-быстрому двигается кадры. Эти же горячие клавиши вы можете найти здесь. Вот. Вот. Edit Frame Left and Right. То есть вправо-лево по одному кадру. Trim Step. Edit Frame. То есть то же самое. Как резать футажи? Вы, наверное, практически уже знаете из программы Adobe Premiere. Например, вот лезвие Разор называется. Берете и режете где вам угодно. Или же другой вариант. Берете Ctrl и B. Вот берете Ctrl плюс B. Вот здесь тоже эта кнопка есть. Для того, чтобы удалить какой-нибудь, то есть выбрать опять вот этот значок, курсор, нажимаете на букву A, опять он выбирает курсор. Для того, чтобы удалить, можно два варианта. Когда нажимаем на Delete, он удаляет этот кусочек, но приближает вот позади находящихся его футажи. Делаем Ctrl Z, undo. А если хотите удалить этот футаж, то есть кусок, но оставить секцию пустой, есть вариант, нажимаем на правую кнопку мышки, Cut, и вот. Или же нажимаем Ctrl X, и опять вот удаляется, какой область вы хотите. Давайте вот разрезем, нажимаем Ctrl B, он разрезит вот здесь. Разрезал этот кусок, разрезай, Ctrl B, опять разрезай. Если я хочу удалить этот кусок, нажимаем Ctrl X, и удаляется вот этот кусочек. Чтобы создать Audio Track, нам придется, нажимаем на правую кнопку мышки, нажимаем Out Track, и вот создаются вот разные такие каналы, конечно же. Давайте немножко уберем. Можно вот интерфейс так менять. Можно вот отсюда, прямо через пул взять и бросать, на какой канал вы хотите. Вот так, на третий. Давайте опять Audio уберем здесь, чтобы не очень шумно было. И здесь тоже шум очень большой. Так, убираем. Пуровень звука регулируем. Ну, отсюда, конечно, я опять повторяю, при помощи колеса можно приблизить, удалить. Это уже зависит от вашего вкуса. В принципе, этими кнопками Insert, Override и Replace я не очень часто использую, потому что я все рукой режу и копирую и вставляю. Ну, просто для интереса давайте тоже эти варианты посмотрим сейчас. Например, давайте вот какой-нибудь кадр вот при помощи, вот видите, он именно сюда вставляет. Давайте еще другой вариант делаем. Place, а этот Replace. То есть он заменяет отсюда. Ну, я эти вообще практически не использую. Лучше советую вам резец вставлять кадры самому. Еще есть другой вариант, и я тоже это покажу вам сейчас. Просматриваете материал где-нибудь, например, вот здесь. Вот берете этот кадр, ставите маркер вот сюда, и берете этот кадр и Out. То есть In, Out, точка входа и выхода. Потом берете вот этот кадр и бросаете, нажимая вот мышку, куда хотите. Или же то же самое можно сделать при помощи вот этих Override клип, например. Вот видите, именно этот канал можно ставить. Или же нужно канал взять. Или же вот это. Или же вот такой вариант Replace. В принципе, это уже зависит от вашего вкуса. Что хотите, какую функцию сделать. Нажимая эту кнопку, удаляете видимость видео, то есть они не показывают сейчас. Для того, чтобы увидеть во всем футаже все кадры, берете здесь, и вот здесь ставите вот этот AudioFM. Второй вариант. Вот. И вот разные комбинации можете здесь сделать и смотреть. Или же вот такой вообще вариант без изображения на тайм-линии футажей, то есть кадров. Но я люблю вот второй пресет, чтобы видеть все кадры. При помощи этих кнопок видео 1, видео 2 и видео 3 выбираете тот канал, на котором в данный момент работаете. Ну, давайте вот второй канал, сейчас в данный момент работает этот канал, то есть вы можете разные вот фишки делать, например, бросать сюда, на второй канал, если делать вот так, override. Видите, этот кусочек попадает именно на второй канал, потому что мы выбрали V1. Или же override, replace, там. Так, если хотите не двигать этот канал, то есть ставить замок, сейчас конкретно там, из-за того, что unlink у нас стоит здесь, невозможно двигать видео, а вот аудио у нас двигается, его тоже можно, вот смотрите, сейчас стоит замок на обеих каналах. Так, еще здесь есть очень хорошая фишка, вот на тайм-линии вы можете еще создавать другой, например, линию, например, давайте создадим природа, то есть на одной композите можно создавать разные вот тайм-линии, вот давайте природа, вот, некоторые вот файлы сюда сделаем по-быстрому, например, и это нам понадобится, когда мы сделаем коррекцию, посмотрим, звук уберем, ну вообще, давайте вообще удалим, вот от аудио можно ставить значок, вообще звук удаляется на этом канале, вот когда мы будем переходить на урок color-секции, вот здесь возможно будет вот взять два варианта, вот сцена бокса, автоматом у нас, вот смотрите, выходит тайм-линия той сцены, которую мы сделали для бокса, или же выбираем природа, автоматом уже другая у нас секвенция, то есть это очень иногда помогает, вот например, в монтаже, вот можно разные пресеты из разных композиций выбрать, вернемся опять в edit, возьмем опять проект сцена бокса, вот вернулись на наш первоначальный, здесь есть секции для маркеров, вот, можно вот выбрать какие-то вот футажи и ставить на них маркера разного цвета, это тоже помогает, и можно еще маркеры вот сюда ставить, вот, раз, вот, red, вот здесь у меня вот маркер здесь стоит, на этом месте, ну, можно, конечно, этих маркеров вот много ставить, потом можно их вот запросто удалить, delete, например, и delete, вот это маркера тоже можно удалить, давайте удалим этот футаж, control x, из одних нововведений DaVinci 10 версии, вот что мне нравится, нажимая кнопку control r, и каждый видеоканал появляется такой speed change, он очень интересный, почему, вот, здесь есть, например, разные там проценты, вот, например, 50%, и автоматом смотрите, он убавляет скорость, смотрим сюда, очень хороший алгоритм, я вам сказал, вот, можно выбирать optical flow, и смотрим, да, очень прекрасный алгоритм работы, вот, немножко поближе сделаю, вот так, так, если другой вариант используем сейчас, reset 100%, опять первоначальная вот скорость, кадра смотрим, если выбрать еще freeze frame, на этом вам показал, сейчас он вот здесь freeze, смотри, вот, вот, здесь freeze, тоже можно такой вариант делать, то, в этом секции он один кадр замороженный, ctrl, ctrl, потом здесь есть вариант reverse segment, то есть он reverse делает, то есть назад вперед, реверсированный вариант, тоже во многих клипах используют, посмотрите, ctrl, z, и самое вот мне нравится, что здесь speed ramp, это очень клевая вещь, вот up from 0% или down to 0%, это что означает, то есть если выбираем up from 0%, смотрите, он начинает 10, то есть с маленького до верхнего, то есть 10%, 30%, 50%, и 90%, то есть он разделяет футаж на кусочки разные и с разным замедлением, вот, вот 10%, вот какой slow motion смотрите, клевый, да, Optical Flow бесподобно работает в этой версии, да, и сейчас вот этот кусочек у нас идет 30%, немножко добавляется, и 50%, вот здесь, можно конечно же здесь самому, например, 50%, просто поменять на например 25%, вот я поменял, вот уже здесь 25%, можно еще двигать вот эти кусочки, вот нажимая на них, и здесь тоже вот какие вам нравятся проценты движения камеры, фреймрейт, да, то есть и получаете, то есть можно здесь экспериментировать, разные варианты получить, советую использовать этот speed change, еще раз повторяю, нажимаете Ctrl и R, вот здесь эта кнопка тоже есть, надо найти, вот Ctrl, Retime Clip, ну стирать эти точки можно Clear Speed Point, вот стирается это все, Clear Speed Point, и Clear, еще раз попробуем, Speed Point, а, Speed Point, 43%, можно еще reset to 100%, опять первоначальный у нас получается вариант, тоже очень удобно, очень клево, это все получается, можете использовать, даже Rewind можно вот 400%, 800%, вот, вот сейчас отсюда он, вот видите, такие вот бомбовые вещи можно получить, супер просто, эта фишка мне очень нравится, Optical Flow алгоритм вообще супер в 10 версии, и еще вот я хочу рассказывать вот о эффектах, давайте мы его уберем, вот, давайте вот, например, отсюда переход сделаем сюда, вот, здесь есть разные транзишены, можете использовать разные принципе, нажимаем Ctrl+, делаем Zoom, вот, такие вот можно разные переходы, конечно же, делать, вот, сейчас Delete сделаем, это тоже Delete убираем, transition, так, и вот, в принципе, какой-нибудь вот плюс, вот, можно еще здесь свои настройки делать, вот, border, например, такие, цвет менять, красный например, окей, вот, так, offset center, анимировать, конечно же, можно border, то есть, в принципе, как в After Effects, это все работает, некоторые анимацию, вот, здесь, даже, вот, немножко добавить, чтобы он медленный был, ну, там, много вариантов, можно сделать, нажимая на эту, транзишн, можно его функции, вот, смотрите, border, то есть, линии, линии здесь, белый, цвет я рассказал, как это меняется, тоже можете это все использовать, так, еще, вот, есть, титлес, то есть, можно здесь, тексты писать, это очень клево, тоже, вот, выбирается текст, бросается на, трек, давайте напишем, дир ниджат, например, директ, бай, дир ниджат, ну, допустим, такой вот, надпись, можно вот размер, анимацию делать, конечно же, вот, давайте попробуем, вот, и вот, чтобы вот здесь, немножко, анимация была, вот такая, вот, и вот, смотрите, вот, видите, вот такая вот, анимация, имейте ввиду, что все файлы, сейчас, которые в реалтайме мы смотрим, это все, я работаю в RAW, RAW формате, и здесь есть шадов, вот, можно взять тени создавать, можно цвет, конечно же, титра менять, это тоже не проблема, вот, например, красный, ну, Anchor Point, тоже разные можно сделать, менять разные точки, фонд, вот, все титры, фонты здесь находятся, то есть, можно вот, выбрать титр, и посмотреть, какие вам нравятся, и вот здесь, разные вот, фонты находятся, о композит модах мы рассказали, то есть, вы это все уже увидели, то есть, все как работает, в принципе, как в After Effects, ну, осталось еще здесь, дженератор, это просто, можете иногда использовать, для Color Bar, просто, на начале клипа, или футажа поставить, чтобы нам, некоторые, цвета, как эталонные, использовать, это тоже иногда вам, пригодится, ну, еще, я советую, некоторые горячие клавиши, вот, изучать, вот, от секции Edit, но, Undo вы знаете, Control Z, Redo знаете, еще, можно, делить, вместо, делиться, то есть, когда делить, делается, вот, весь, футаж, он приближает, именно, на этой, другому футажу, Control Z, есть, другой вариант, нажимаете, Backspace, кнопка, он удаляет, этот кусочек, который вы, резали, вот, например, я сейчас режу, этот кусок, выбираю, кнопку, A, то есть, вот его, и нажимаю Backspace, и удаляется, этот кусочек, это очень, тоже, удобно, но, наверное, про все, мы уже, Insert, Override, Replace, мы все рассказали, наверное, это тоже самое, практикуйтесь, изучайте, горячие клавиши, на этом, я думаю, что, этот урок, о Editing, то есть, монтаже, DaVinci, закончил, я думаю, что, простые монтажи, даже сложные монтажи, без Premiere CC, можно сделать здесь, ну, конечно, звук здесь писать, не очень-то получится, но, имея в виду, что DaVinci, в реал тайме, работает с RAW форматом, это очень удобно, можете здесь сделать, покрасить, потом звук писать, Adobe Premiere CC, или же на других, программах, задministрироваться, объясню, один из них, Продолжение следует...